ВОЛГО ТЕАТРАЛЬНЫЕ Приятным бонусом оказалось, что целых два актера когда-то начинали свой творческий путь именно в Самаре и именно на сцене самарского драматического. Конечно, атмосфера. Ну, естественно, когда, как говорится, по старым следам возвращаешься сюда, атмосфера есть. Смотрю, так вроде бы театр, как он был, так и остался. Все пути знакомые, все магазины знакомые, маршруты знакомые. Конечно, прекрасно, замечательно и только самое хорошее в сердце. Заслуженный артист России Александр Попыгин на сцене самарского драматического начинал свою актерскую карьеру аж 60 лет назад. Здесь он учился у таких мастеров, как Николай Засухин, Георгий Шибуев, Зоечек Масова и Вера Ершова. Говорит, повезло сидеть в одной гримерке с Демичем и Засухиным. Александр Иванович Демич, кстати, мой тезка. И когда мы с ним сидели, тогда тесноватые гримы уборные были, сейчас немножко перестроили все это. А 60 лет назад гримы уборные были небольшие, и меня посадили между Александром Ивановичем и Николаем Николаевичем Засухиным. Подсадили, ну, чтобы гримироваться тоже. И Александр Иванович еще шутил. Вы проходите между двух Александра Ивановича, загадывайте желания. Заветные статуэтки распределились по заслугам и талантам. Гран-при из рук главы Самары Олега Фурсова получил русский драматический театр «Мастеровые» из Набережных Челнов за спектакль «Карл и Анна». Вместе с наградой обязательный приезд на следующий фестиваль. Самара любит театр. И в наше время интернета, социальных сетей, атомизации. Очень часто не хватает искренних чувств, не хватает страсти, энергетики. И театр как раз дарит нам эти ощущения, дарит нам эти замечательные чувства, заставляя сопереживать с икрой замечательных актеров. Лучшую женскую роль поделили две актрисы. Татьяна Гладнева за роль Лизи в спектакле «Продавец дождя. Город Перм» и Елена Ряшина за роль Розины в спектакле «Безумный день» или «Женить бы Фигаро». Лучших мужчин оказалось тоже двое. Илья Славутский за самого Фигаро и Данил Богомолов, актер Новокуйбышевского театра студии «Грань» за «Короля Лира». Лучшей режиссерской работой признали постановщика спектакля «Улыбайтесь, господа» Алексея Логачева. Награда ушла в Театр Республики Башкортостан. Фестиваль третий, и я уверен, что очень-очень много еще этих фестивалей будет проходить здесь в Самаре. Потому что фестиваль живой, фестиваль такой активный, задорный, молодой и очень интересный. Конечно, принимать Волгу, всю Волгу здесь, в Самаре, это очень почетно. 14 спектаклей из 11 городов увидели самарские зрители. За годы существования фестиваля у него уже появились преданные поклонники, а все театры Приволжского федерального округа мечтают стать участниками. Следующая Волга театральная соберет друзей уже в 2019 году. Не прощаюсь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин